Здравствуйте, я Саватеев Михаил. Я хотел бы разобрать еще одну задачу с регионального этапа, но уже гораздо более сложную. Итак, условия. Дано простое число p больше 3. И нужно доказать, что существует такое y, что оно меньше p пополам, и что число py плюс 1 нельзя представить в виде произведения двух чисел, каждый из которых больше, чем y. Не равно x на z, где xz больше, чем y. Вот. Хорошо. Как я это буду делать? Давайте попробуем сделать принципом Дерехле. Давайте посчитаем количество y. y у нас, соответственно, а y натуральные от 1 до меньше, чем p пополам, значит, до p минус 1 пополам. p простое больше 3, оно нечетное. Вот. От 1 до p минус 1 пополам, значит, y ровно p минус 1 пополам. Вот. Хорошо. Хорошо. Дальше. Заметим, что если py плюс 1 равно x на t, тогда, так как возьмем это все по модулю p, вот тут у нас будет единица. Это значит, что произведение двух чисел дает по модулю p единицу. Но тогда это число и обратное к нему. То есть, py плюс 1 равно t на t в минус 1. И также заметим. Дальше. Почему у нас t не может быть больше, чем p? Ну, просто, допустим, у нас t больше, чем p какое-то. Ну, или t в минус 1, тогда мы его обозначим за t. Вот. Тогда заметим, что t больше, чем p. Дальше. t минус 1 по условию должно быть больше, чем y. Ну, тогда они хотя бы p плюс 1 и y плюс 1. И p плюс 1 умножить на y плюс 1, оно уже больше, чем py плюс 1. Потому что тут еще прибавляется y, прибавляется p, когда мы раскрываем скобки. Вот. Значит, t точно не больше, чем p. Равняться p оно не может, потому что вот тут остаток 1 по модулю p, а тут оно делится на p. И значит, t меньше, чем p. Хорошо. Значит, t это остаток по модулю p. Вот. И заметим, что для разных y у нас должны быть разные t, потому что для разных y вот это число разное, но вот эти числа будут одинаковые. Так иначе. Вот. Хорошо. Давайте посчитаем количество таких t. Ну, во-первых, заметим, что 1 и минус 1 обратно самим себе по любому модулю простому и непростому. Вот. И дальше есть теорема, что для остальных чисел по модулю простому все числа обратно им, не равны им самим, и более того, они все различные. То есть вот эти все числа разбиваются на пары. Вот. И раз они разбиваются на пары, то их будет, соответственно, 1 и минус 1 учитываем. Всего их будет p плюс 1 пополам. Это если взять 1, минус 1 и все разбить на пары. Это несложно догадаться. Вы можете сами дома посмотреть. Вот. Но пока у нас ничего не получилось, потому что y в p минус 1 пополам, а t-шек p плюс 1 пополам. Хорошо. Давайте рассмотрим 1 и минус 1. Единица нам, очевидно, не подходит, потому что 1 умножить на 1 меньше, чем вот эта штука. Ну и вообще 1 не больше, чем y. Хорошо. Почему нам не подходит минус 1? Если минус 1, то числа должна быть p-1 и, соответственно, p-1. Ну а так как p больше 3, можно легко заметить, что если мы домножим p-1 на p-1, у нас получится уже больше, чем p на y плюс 1, так как y меньше либо равно, y меньше либо равно, чем p пополам. Вот. Это тоже несложно показать. Вы можете сами. Там надо раскрыть скобочки и все. Вот. Хорошо. Значит, две пары у нас уже не подходят. И вот тут у нас получается минус две пары, p-3 штуки. А тут p-1, одна штука. Значит, существует хотя бы один y, для которого не существуют тэшки. И все доказано. Другая штука. Продолжение следует...